Игрок Здорово работяги! Сегодня у нас пойдет речь об одном из разновидностей оленизма, то есть этот оленизм, я считаю, даже хуже, чем ресурсный. Вообще, все истории, которые посвящены оленям, которые связались с РСП, которые попали на бабки, они все подразумевают собой ресурсный оленизм. Который, ну, если прям вот брать общее-общее такое сравнение, он очень лайтовий, чем так называемый боевой оленизм. Или, как с подачи Жироселова и Михаила Н, этот боевой оленизм превратили в так называемое пробитие на инстинкт. Да, то есть это вообще ебанутый просто терминовый тоже РСП, вот такое ощущение, что он сидел в этой пещере, ему камень на голову упал, и он написал эту книгу, которая просто ни о чем. Вот, а остальные все подхватили вот этот ебанутый тренд обезьяне, вот, и начали вот этими вот словечками там, псевдоумными раскидываться, да. И причем применять это в свою же жизнь не особо удачно. Значит, что такое боевой олень? Значит, боевой олень, это такой субъект, который завоевывает внимание самочек победой в турнирах. Турниры с другими самцами обычно на физическую силу. Вот, но в большинстве случаев физическая сила, она как бы не применяется, а применяются такие понятия, как понты, унижения, там, я занимался боксом, я занимался тем-то, тем-то, блядь, вот, и, в общем, всякое вербальное показание своей доминантности самочки перед другими самцами. То есть, на это очень много ведутся баб, причем Ник Би как раз-таки пропагандирует вот этот вот боевой оленизм, который, ну, очень сильно хуже, чем тот же ресурсный оленизм, который вам показывают по телевизору. Ну, ты там бабки типа потратил на что-то там, даже на ту же свадьбу, может, даже квартиру проебал, но ничего страшного как бы не случилось, да? Заработаешь на новую, возможно, возможно, под люком сдохнешь, тут как бы один из двух, вот. А боевой оленизм это стопроцентный путь в могилу до сорока лет, стопроцентный. Причем отбить у боевого оленя тёлку не представляется, ну, лично для меня никакого труда. Просто въебало сунул разок, и как бы и всё, и до свидания. В основе своём боевые олени, ну, они не представляют собой каких-то там суперсильных существ. Всё то же самое, только вот они научились вербально подавлять, так скажем, храбрость или как там, блядь, боевой дух соперника. Вот, так-то, конечно, они ни о чём, просто-напросто, за очень-очень редким исключением, которое я в своей жизни не встречал ни разу. Вот, и сегодня речь пойдёт об одном из таких представителей ультрабоевых оленей на максималках. История началась очень давно, когда я только попал вот эту вот стаю альфачей под конец моих там буханий всяких. Вот, когда я уже начал завязывать, понял, что, ну, это полная хуйня. Это, можно там поразвлекаться, да, пару раз, но хуярить с ними, это как бы зашкварно лично для меня, да. Я для себя выбрал другой путь. Вот, а с ними, ну, так пересекался, чисто, чисто поорать. Вот, и в один раз к нам в стаю прибилась самка, которая сталкивала всех лбами, чтобы они за неё дрались. Ну, то есть, такая прям любительница боевых оленей, любительница проводить оленьи турниры. Таких очень много среди молодых, да, конечно, те, кто постарше, особенно РСП, им вот этот вот боевой оленизм абсолютно неинтересен, только ресурсный. Вот, ну, потому что у них уже ребёнок есть, вот, и как бы вся их задача по репродукции, она уже как бы пройдена, теперь нужно только поднимать. Вот, поэтому боевые олени абсолютно неинтересны. Вот, ну, а когда к нам вот эта вот самочка прибилась, в принципе, она была, ну, не красавица, но, ну, так, средняя, да. Все там что-то пытались как-то ей угодить, там налить побольше, ну, такие альфачёвские вот эти хуйни. Вот, и как-то раз я что-то думаю, ну-ка давай я к ней подвалю. Ну, вроде я из этой компании самый такой адекватный, но она решила меня стравить с моим другом лбами, чтобы мы там за неё подрались. Вот, и как-то я её на этой теме сразу нахуй послал, у нас с ней ничего не было абсолютно. Вот, так я её там троллил, троллил. И причём вот эта баба, она как бы до сих пор попадается на глаза. Это такой долгожитель в, так скажем, в моей жизни. Постоянно она где-то там маячит, постоянно появляется. Вот её сколько раз, блядь, троллил. Типа, вот, я тебе предлагал жениться, а ты не пошла. Постоянно ей, ну, как придёт ей, там, кидал намёки, типа, давай поженимся. Такую хуйню нёс. Ну, как обычная история. То есть, практически всегда я так делал, чтобы потроллить, ну, потому что в них жопу рвёт от того, что они все свои шансы растрынкали, и теперь даже бомжи их ебать как бы не хотят. Вот, как прошлое, типа, пришла к бомжам, а они просто ногу обоссали. Вот это и повезло. Повезло в кавычках чуть больше, чем прошлой. Вот, где-то, может быть, год, может быть, чуть больше. Я с хронологией уже немножко сбился. Вот, как-то сидели мы в компании, пришёл челик, которого я знал, он был алкаш, который, ну, проживал там, на этаж выше. Пришёл к нам, и давай с этой вот шлюшкой сосаться. И, типа, на меня такой, о, чё, я от тебя отбил. Я такой, да ты от меня нихуя не отбил, у нас как бы с ним ничего не было. Вот, и давай чё-то на меня бычить. Ну, я как бы не дурак, просто ушёл оттуда. Ну, потому что вот этот челик, он был в два раза меньше меня, как минимум в два раза меньше. У него уже было ебало побитое. Вот, если бы мы с ним там сошлись в какой-то драке, я бы его пизданул разок. Вот, и меня бы забрали в каталажку, ещё бы навесили все травмы, которые у него были до меня. То есть, он постоянно выпрашивал, выклянчивал секс у этой шлюшки за то, что он побеждал в вот этих вот оленьих боях. Вот, и ему постоянно каких-то противников она подкидывала, не знаю каким образом, но он постоянно был в синяках, постоянно у него нос переломанный, то ещё что-то переломано. Вот, и второй раз, когда мы с ним встретились, он тоже начал там выёбываться, что вот, смотри, у меня какая тёлка, мы с ней поженимся, у меня всё охуенно, а вы там дрочите. Ну, то есть, стандартный набор ТП Бинго. Вот, и я ему как-то сказал, я говорю, да ты, как бы, это ты сейчас, говорю, крутой, потом как она тебя кинет, пойдёшь под люк. Вот, и что-то там, ну, короче, в драку опять начал кидаться, вот, я ему разок втащил, вот, понял, он понял, в чём проблема, и как-то так, знаете, сел на стульчик и тихо, мирно сидел потом до конца нашей встречи. Никто, кстати, я думал, он побежит в ментовку заявлять, потому что боевой олень, это, ну, это чмо, это просто дно. Ресурсный олень, блять, даже близко с ним не валялся, боевой олень, это всё это, видите боевого оленя, всё, уходите, никогда с ним не связывайтесь. Мы, кстати, в моей жизни их не было, вот только один нарисовался, все остальные тупо посливались, ну, просто потому что боевые олени исключительно общаются с теми, кто слабее их по силе. Ну, соответственно, чтобы выигрывать, так скажем, константно выигрывать оленьи бои перед самочкой, ну, со слабыми, естественно говоря. Вот, поэтому со мной они, ну, максимум там месяц могут потусить, потом как бы понимают, что дело запахло жареным, и всё, и слетают. Вот, так, после вот этих вот всяких его разборок, они поженились вроде бы как, врать не буду, на самом деле точно не помню, но я точно знаю, что они около года, даже полтора прожили вместе. Вот, и он что-то там взял кредит какой-то на машину, машину непонятно куда слили, непонятно куда слили практически всё его оборудование с его квартиры, ну, там, машинку стиральную, телевизор, ещё прочее. То есть, последний раз, когда я к ним заходил, там просто, блядь, бомжатник был, вот, и они там, как бы, вдвоём насинячились просто вдрызг. Вот, не то, чтобы он прям полный алкаж был, ну, он любитель был закинуть по выходным, вот, но со слов, там, знающих его людей, после того, как они сошлись с ней, он начал хуярить там не по-детски, ну, чуть ли там не каждый день. Вот, и где-то летом он начал до меня доёбываться, он узнал, что я прилично зарабатываю, ну, и сказал, что, типа, раз ты входишь в нашу тусовку, то должен, типа, бабки на общак класть, класть. Вот, и я просто прихуел, думаю, сейчас я поеду на выходных, ну, и просто втащу ему, насколько вообще возможно, попереломаю всё, что ему есть, блядь, и пусть он там воет себе дальше. Причём он знал, где я проживаю, и постоянно что-то тут колесил около дома моего. Вот, приехал я, значит, ну, просто так, без спроса, без разрешения. Захожу, короче, на квартиру, смотрю такую картину, то есть он весь перебинтованный, ему голову пробили битой, сломали ногу, там, я не знаю, в скольких местах он, короче, с костылём ещё ходил. Я такой думаю, о, блядь, кто-то опередил. Вот, ну, получилось, что вот эта вот шлюха столкнулась с каким-то вообще отбитым челиком, его поймали толпой и отхуярили. Вот, и он там этим гордился, смотри, я настоящий мужик, я с него просто орал, говорю, слышь, мужик, ты такими темпами, нахуй, в могилу скоро отъедешь. А, причём, ну, вот, это было примерно летом, не помню где, в июне-июле, может быть, ну, не так давно, вот, он говорит, нет, смотри, я тут, блядь, ебашу всех, я тут на районе какой-то смотрящий, я говорю, да-да-да, смотрящий, смотрящий. И чё-то там я ему начал рассказывать, типа, ну чё там, когда там твоя тебя шлюха бросит, когда ты квартиру уже будешь делить. Вот, и вот, блядь, его так это задевало, я даже не знаю почему, но он, похоже, не представлял, что его кинут, абсолютно так же кинут, потому что это, блядь, шлюха, которая умеет только кидать всех и отжимать какие-то ресурсы, да. Ну, вот этот был челик очень такой тугоумный, ну, то есть, блядь, альфач позже рассёл, абсолютное отсутствие мозгов, только вот желание отъебать. Причём у него жена была, РСП-ха, вот, и когда я ржал с него, что у него была РСП, он меня тоже отпиздить хотел своей сломанной ногой, я там, блядь, так орал, он говорит, я, блядь, тебе сейчас проломлю костылём голову. Я говорю, да-да-да, проломишь, конечно. Вот, ничего ему не стал делать, но это дохлый номер, блядь, сидеть за это чмо неохота было. Вот, и, в общем, на прошлой неделе ходил я на концерт Иванессенс. А, кстати, вот эта вот мадам, которая с ним жила, её, ну, такой слушок был, что какие-то у неё там ёбари появились, пока она жила вот с этим челиком, поэтому он бухать начал. Вот, и на прошлой неделе пошёл я на концерт Иванессенс, как раз-таки, вот, что-то приехал, смотрю, в этом, в портфеле у меня бабла, вообще ничего, нихуя не осталось. Думаю, пойду-ка я денег сниму, пока концерт не начался, смотрю, что-то раз, два, три какие-то знакомые рожи все появляются, в основном бабы. Вот, ну, а так как я уже чуть больше года не общаюсь с бабами, вот, мне это не особо интересно, я как-то мимо проходил, одна какая-то там меня заметила, поздоровалась, ну, я чисто, знаете, чтобы, чтобы это, марку поддерживать, что я вроде как не такой тупорылый, поздоровался тоже, в ответ они что-то там собрались, поговорили, я говорю, да, давайте пиздуть отсюда, не особо мне интересно с вами тут базарить. Пошел я до банкоматов поменять деньги, вот, смотрю, вот эта мадам с тремя просто челиками, ну, идут, короче, Сашана с пивасиком, я такой, о, говорю, смотри, какие люди, подошел такой к ней, ну, челики просто, блядь, такие же точно, полу-какие-то зэки с наколками, пиздюки, блядь, я такой, о, подхожу, ну, что, как ты там вылечилась, говорю, ну, так, а что, типа, вылечилась, я говорю, ну, помнишь, я тебя трипера, говорю, лечил, когда тебя втроем в жопу отъебали, вот, эти такие трое поурачиваются, слышь, ты чего, я так одному, типа, по плечу похлопал, говорю, давай-ка, завалишь свое ебало, так его взял, просто, просто так швырнул, так, недалеко, вот, вторые так отвернулись, типа, не с ней дело имеют, я говорю, давай-ка, сфоткаемся, я отправлю, такую хуйню, какую-то я там зарядил, говорю, хочу отправить тебя какому-то своему другу, и просто так, сфоткал, что она там попала в кадр с двумя вот этими ебланами, третий не влез, вот, и думаю, надо пойти просто вот этого боевого оленя потроллить, вот, чисто работягам рассказать охуительные истории, посмотрим, что из этого выйдет, как он там будет выебываться, может быть, по щам ему влепить, ну, за то, что выпендривался, и за то, что, блядь, кто-то до него меня въебал, вот, ну, закончил, после этих концертов взякнул, типу, говорю, что там, как там этот, он говорит, да, вроде тут появляется, бухает иногда, я говорю, ну, я заеду тогда на выходных, вот, он говорит, ну, типа, заезжай, звоню на выходных, то есть, так и так, говорю, надо будет заехать, простернуться, он такой, ну, сейчас я пока, ну, он мне отвечает, я сейчас пока не могу, я стою у судмедэкспертизы, ну, я думаю, блядь, хуй знает, что он там стоит, может, какие-то опять его прав лишили, там какие-то вроде права делают, я вот этот судмед перепутал с, вот, этим вот, то ли вытрезвить, короче, где прав, справку выдают, что ты не стоишь на учете, как алкаш, вот, с чем перепутал, вот, и что-то мы с ним там разболтались, я говорю, а что ты стоишь в этой судмедэкспертизе, он говорит, да ты прикинь, как бы этот, вот этот вот челик откинулся, я говорю, в смысле откинулся, ну, говорит, умер, вот, зашел, мне, говорит, позвонил, вот эта шлюха его, говорит, ой-ой-ой, зайди наверх, что-то ему там плохо, он похмелился, мне звонил, и как-то, типа, таким дрожащим голосом, то есть, ну, вот этот челик поднялся и открыл, как бы, квартиру, он уже там дохлый валялся, квартира была открыта, а вот эта вот шлюха просто, ну, просто посмотрела на него, что ему хуёво, вот, и съебалась, съебалась, позвонила, скинула вот эти обязанности по утилизации трупа на друга его, и поехала ебаться с другими членами, вот, которых подцепила там в Сити Парк Град, я так понимаю. В чём прикол вот этого, вот, так сказать, в чём прикол вот этой истории, что вот эта, блядь, она не то, чтобы его не спасла, не то, чтобы кружку, как там, воды подала, да, она просто взяла и съебалась, как бы, с квартиры, когда челик уже пришёл туда подыхать, причём сама же, скорее всего, его в эту могилу изогнала. Вот, суды медэкспертиза будет там идти, но я так понимаю, что алкашей особо не, ну, так скажем, особо не проверяют на то, от чего они сдохли, да, там пишут, от алкоголя, отравления там, или ещё что-то такое, вот. Но челик, такое ощущение, что очень быстро отлетел, то есть буквально вот в июне-июле как-то бегал, да, там с поломанной ногой, там весь, блядь, перебитый, перебинтованный, но он что-то бегал бодрячком, даже залупался на всех, то есть был живее всех живых. А тут что-то бац, и всё, и подох, то есть, блядь, было ему 37, наверное, лет, где-то так выглядел хуёво, ну, блядь, ещё бы хорошо выглядел после стольки-то лет. Да хотя, что, два года только он прям жёстко пробухал, так-то не сказать, что он закидывал каждый день, там, или, я не знаю, там, по сколько, там, по литру водки, вот. Только вот, когда сошёлся с этой блядью, начал бухать очень жёстко. Так что, вот этот вот боевой оленизм, это, ну, это прямой путь на могилу до 40, то есть вариантов никаких нет. Вот, сейчас, возможно, там, да, ты такой сильный, с 15-летними пацанами бодаешься, тебе они ничего сделать не могут, а когда вырастаешь, там, годам к 30, вот, 30-летние парни уже могут тебе наебашить так, что голова отвалится, там, кости переломаются и прочее, прочее, прочее. Вплоть до того, что наймут каких-нибудь дядек, вот, отобьют тебе там всю голову и будешь лежать на кровати сыну по подбородку пускать. Поэтому, боевой оленизм, АК, выдуманный, выдуманный Олегом Жиросёловым, пробитие на инстинкт, это полнейшее дно, просто полнейшее дно. Если кто вам говорит, что нужно участвовать там в олених боях, нужно быть лучше, чё-то там, блядь, соревноваться в какой-то хуйне, вот, не слушайте это дерьмо. Это вообще тупик, который приведёт ток в могиле. Так что, счастливо, ребят, до новых встреч.